Ну что ж, друзья, по традиции, как и всегда, уже мы подведем коротенькие итоги в этот раз воскресного игрового дня, второго тура. У нас экватор отборочного этапа и сегодня состоялось 10 из 11 запланированных поединков. К сожалению, команда Витория на игру с Рваным Кидом не явилась. Этому коллективу будет засчитано техническое поражение 0-5. А о других матчах, которые уже прошли, которые состоялись по горячим следам, в двух словах о каждом матче. Первый поединок игрового дня Viva System Pharma. Что хочу сказать, команда Viva, коллектив Сергея Скорика оказался очень и очень крепким, боеспособным коллективом и едва не победил System Pharma. На самом деле игра была более или менее равная, но во втором тайме System Pharma выигрывала два мяча, выигрывала со счетом 3-1, но дубль Сергея Скорика, один из голов он забил с 6 метров, дубль Сергея Скорика позволил команде Viva спасти игру и завершить эту встречу в ничью 3-3. Неизбежность, вид строй. Один из самых, к слову, интересных поединков игрового дня. Неизбежность и вид строй после первого тура имели в своем активе по 3 балла. Очень важная была встреча для обеих команд, но неизбежность оказалась сильнее. Неизбежность добивает вторую победу к ряду. В этот раз со счетом 2-1 за неизбежность у нас забивали Николай Осиюк и Алексей Сичкарик, для которого это уже третий гол за два матча, а за вид строй отметился Виталий Хохич. В целом игра проходила на встречных курсах, моменты были как у ворот одной, так и другой команды, однако неизбежность свои моменты реализовала гораздо лучше. Геус БМП 4-3. Напомню, что Геус именно с таким счетом проиграл в прошлом туре ДТЭКу, а в этот раз команда Ивана Андреичука победила соперника со счетом 4-3. Нужно сказать, что долгое время счет держался 4-1, было более чем уверенное преимущество Геуса, но БМП при помощи розыгрыша пятого полевого свело разрыв в счете до минимума, но сравнять счет ребятам так и не удалось. Геус побеждает 4-3. Два мяча в составе Геуса на свой счет записал Роман Гришин. Покупон противостоял Девелопексу. Покупон противостоял Девелопексу и, к сожалению, для болельщиков Покупона проиграл ровно с таким же счетом, как и проиграл разумной силе в первом туре со счетом 2-8. Девелопекс в этом сезоне пока что идет без потерь, без поражений, без ничьих. Вторая победа к ряду для подопечных Владимира Губова. 8-2 побеждает Девелопекс и дублем в составе этой команды отметились Алексей Доманчук и Александр Алиник. Что интересно, Столыпин проиграл коллективу АЗ-41. Перед матчем мы прогнозировали, что будет практически равная борьба. Две более или менее равные по классу команды. По крайней мере, так казалось мне на первый взгляд, но счет, друзья, у нас 9-1 в пользу команды АЗ-41. Столыпин сегодня без обид, друзья, но не показал ровным счетом ничего. Даже при наличии в составе Игоря Алексеенко, даже при наличии Виктора Беликова, команда Олега Ставицкого не смогла навязать борьбу коллективу АЗ-41, в составе которого хитриком отметился Максим Зайцев и по два мяча на свой счет записали Олег Голяс и Владислав Левицкий. Кроме того, у Столыпина два удаления Алексей Матвеев и Николай Слевинский. Николай Слевинский, скорее всего, пропустит более чем один матч из-за, скажем так, не очень лицеприятных действий в адрес арбитров и футболистов команды соперника. 9-1 АЗ-41 побеждает. Сейлс Хаб 112 Украина. Ну что ж, Сейлс Хаб поздравляем с первыми очками на нашем турнире. Эта встреча завершилась со счетом 1-1. Абсолютно равная борьба, друзья, двух команд. Абсолютно. В конце первого тайма сначала забил Сейлс Хаб Андрей Фиденко дальним ударом под перекладину заставил капитулировать галкипера 112. Но прошло буквально 30 секунд. Сейлс Хаб свалил в своей штрафной площадке и с пенальти у нас Андрей Гивко не оставил ни единого шанса Святославу Арабчику. 1-1 Сейлс Хаб 112 Украина. Хаб Аврора Тим. Ну что ж, Хаб вновь подтверждает высокий класс этой команды. Подопечные Романа Галицкого обыграли Аврору Тим, которая в первом туре выиграла 8-1 у Рубанова Кьета у команды с амбициями, у очень крепкого коллектива. Так вот, Хаб победил Аврору 6-1, друзья. И два гола. Что интересно, продолжает штамповать у нас забитые мячи Руслан Катаранчук после хитрика в первом туре. Еще два мяча он записывает на свой счет в этой игре. Таким образом, у главного организатора нашего турнира пять забитых мячей после двух туров. В составе Авроры единственный мяч на свой счет записал Данил Холодов, который, к слову, в прошлом туре отметился хитриком. В целом, Хаб выглядел сильнее, без обид для футболистов Авроры, но подопечные Романа Галицкого вчистую практически переиграли своих оппонентов, которые, отмечу, приехали в очень боеспособном составе. TechVitExport JustLictors. Это, друзья, однозначно матч-тура. Здесь было все. Здесь была интрига до последних секунд. В итоге матч завершился со счетом 3-3. TechVitExport дважды по ходу встречи вел. Вначале, к слову, отличились футболисты JustLictors, а потом был счет 2-1. 3-2 в пользу TechVitExport. И на последних минутах, друзья, на 35-й минуте Олег Буслюк счет сравнял. И таким образом матч завершился в ничью 3-3. Хотел бы особо отметить Ягал Кипера команды JustLictors Виталия Бучко. Мне кажется, это первый претендент на попадание в сборную тура воскресного игрового дня. Выручал свою команду сегодня как мог. Friends Team проиграл коллективу UMG со счетом 1-6. За UMG, в составе которого не было целого ряда ключевых футболистов, не было Гринчука, по-прежнему залечивая травму Игорь Кобзар. Так вот, UMG победил 6-1. И Сергей Мельниченко добавил к своему хитрику в первом туре. Добавил еще 4 забитых мяча в матче с Friends Team. За Friends Team, к слову, забил Владимир Костюченко. Для него это уже третий гол в двух встречах. А сегодня Friends Team был в ослабленном составе. Не было лидера этой команды Владислава Семки. 6-1. UMG побеждает. Последнем матче нашего дня ДТК обыграл Derby Kiev 5-2. Derby Kiev не явилась на первую игру. Однако сейчас этот коллектив прибыл на наш турнир. Показал очень неплохую, на самом деле, игру. Было много неплохих эпизодов в действиях ребят, но ДТК за счет опыта, за счет мастеровитых футболистов оказался сильнее. 5-2 побеждает ДТК. Отмечу, что в составе Derby Kiev дубль на свой счет записал Роман Солецкий. Ну что ж, друзья, 5-2 ДТК победил. Таким образом, вот именно так складывались события в матчах воскресенья во втором туре отборочного этапа. Я напоминаю, что наш турнир проходит при поддержке компании «Селект» и компании «Уличная еда». Мы благодарим наших спонсоров за помощь в организации соревнований. С вами был Евгений Кучин. Это рубрика «Кучин вещает». До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok